Нижнекамский перепись стартовала 15 июня. Она касается и тех, кто живет в сельской местности, и горожан, которые имеют участок в районе. В этом году у нас вторая всероссийская сельскохозяйственная перепись. Первая сельскохозяйственная перепись была в 2006 году. В Нижнекамском муниципальном районе обследованию подлежат и сельскохозяйственные организации, и крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства сельчан и городские подворья. В селе Барокриму и Брагимову знают практически все местные жители. Она уже 15 лет здесь работает фельдшером. И раз в десятилетие ей приходится совмещать свою деятельность с другой профессией. Сельскохозяйственная перепись. Можно вам задать? Согласны ли вы ответить на мои вопросы? Да, согласна. Вопросы у переписчиков несложные. Спрашивают они о размерах общей площади земельного участка, о том, что сажают у себя на территории сельчане, количество плодовых деревьев, кустов и других многолетних насаждений по видам культур. А так это есть неиспользуемая земля? Нет. Все, да, под этот подсад, все используется? Сад, огород, все используется. А из живности что у вас есть? Из живности кошка. Кроме кошки? Курица. Курица. Так, куры сколько? 15, чтобы. Не секрет, что многие жители сел не любят, когда их расспрашивают о том, сколько добра они накопили, какие планы строят на будущее, чем живут и дышат. Как отмечает Римма, в селе Барок таких людей нет. Все без исключения ответственно подходят к переписи. Ну, я так понимаю, что это учет. Всякий учет нужен для того, чтобы сделать какой-то анализ и какие-то потом, естественно, действия произвести. Но раз это делают, значит, нужно. Мы ведь у себя дома тоже все учитываем. Считаем, что это нужно. Значит, это нужно. Все данные переписчик вводят в планшет. Кстати, это устройство в 2016 году начали использовать впервые. Далее вся информация отправляется к инструктору участка. Он после тщательной проверки передает всю сводку в отдел государственной статистики города. По словам переписчика, к сожалению, уже сегодня видно, что живности в деревнях становится меньше. Вот ту перепись тоже я участвовала. Коров было много. А сейчас вот стада нету. Многие, короче, не держат сейчас коров. Коз держат в основном. Вот в Минькино, там в Березовке. Есть вот кто держит. Но, говорю же, у нас стало мало коров. Очень многие продали. Итоги сельскохозяйственной переписи – это залог проведения эффективной аграрной политики. Однозначно, по результатам переклички будут определяться приоритеты. Готовятся и осуществляться конкретные проекты в этой сфере, в том числе и программы, непосредственно касающиеся нашей республики. Всего же в Нижнекамском районе переписчикам необходимо будет пройти больше 16 тысяч объектов. На сегодняшний день они посетили 8 тысяч подворьев. Сама всероссийская перепись продлится до 15 августа. Айрат Салимов, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтихим».